всем привет друзья меня зовут или вы на канале мото хайкер и так сегодня у нас будет интересный видос я хочу предоставить свой мотоцикл для сравнения одному известному блогеру кому конкретно узнаете чуть позже он сейчас должен ко мне подъехать минут через двадцать приблизительно поэтому хочу сохранить небольшую интригу здарова ну рядом может быть также или здесь или тут без проблем так ну давай ты вставай я к тебе пристроюсь а 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 кастинец надеюсь подойдет потому что я к своей с третьего раза купил я заказал под свою модель все она еще меньше чем оригинальная пришла там другую заказал с третьего раза получилось а он уже чё какой план матовая но сейчас заложимся сюда и начнем снимать а такое немножко другое наверное мне вот мне нравится у тебя что здесь эти есть дырки а здесь видишь не баг и не этот ним как его блядь рюкзак сюда не приспособить нормально по моему там что-то должно быть я видел на форуме там колхоз чувак какую-то здесь из органики вырезал фигню к ней и там присобачивал эту подкову как-то в общем ну колхозил почему-то у меня были воспоминания что-то я смотрел свежие были какие-то дырки но они были другие не 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 вот у вас 21 года их не было может наоборот зато да да самое главное то что у тебя здесь место больше да на литр у тебя видишь он еще относительно моего он так вперед уходит давай вытащим лучше видно будет да прям больше но 23 литра заявлено да 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 попробуй наоборот может даже с сеной как будто есть шанс ну-ка вот так вот так да да ну крепление на сено мешает у меня он очень высокий я честно ни разу его туда не клал них не хранил в принципе так хватает как ну что у тебя еще здесь красиво табличка зато он с моей мотоциклу года нет а уже он какая шняга ну у тебя по крайней му тебя четко на в этом плане нормально а под чехлом под крышей ну я тоже настоящий турист ну это типа как для инструментов но он реально от него пользы как с козла молока он вот за счет вот этого сужения здесь него толком ничего не положит подстава да их можно в принципе вот здесь классно и можно два симметрично расположить я когда покупал думал чехол туда убирать буду а он тут даже половина не влазит а ну вот смотри какой у меня друзья покупают с амазона какой-то самый дешевый 15 евро и они вот он скручивается в такую штуку они его поэтому покупают ну надо попробовать я в луисе брал вот я тоже но у меня в луисе ну такая шляпа я вообще не могу нормально свернуть мне каждый раз такая херня на пуху такой я бы его не свернул ну у меня где-то такая колбаса получается вкус минус да поэтому наверно тонкий есть смысл я тоже но мне лишь тоже никуда я обычно я вообще перестал чехлом наколочить ну Серега въезде почти каждый день у него стоит под балконом с огромным местечком я смирился мне надоел не у меня в прошлом году мотоцикл угнали я здесь с тех пор я его и пристегиваю и накрываю и под замочек и прям под окном на следующем здесь выезд на автобан прям да опасное место удобно но я как-то не ожидал все равно блин выхожу из дома утром пас монету там блять может я его где-то не там запарковал да начну искать ну паника а здесь 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 воруют только так здесь и передо мной буквально там тоже по месяц назад мы как бы угнали угоняют здесь вот на этом районе по страшному и машины и криминальный район получается удобный польша рядом и автобан я когда в грунтовальде жил там несколько лет у меня и скутер стоял и мотоцикл хоть бы чё ну это они они именно под эту модель то есть у них есть универсальные они то есть по моему вот у них нет вот этой хуйня не вот сюда прикручивается и к любому подходит у меня по идее под хонду а сколько вот эти стоили что-то 150 может я сейчас похоже на самом деле прям по ним видно что мои стоили типа 3-4 ага ну сам видишь это такая чистая чистот ветра ну реально прям защита ну еще у них есть еще здесь можно отдельно докупить такую пластиковую хрень она сюда докручивается повыше сделать я обязательно сейчас куплю перед сентябре на сентябре опять на регию на поеду ну наконец-то на удобном поедешь жопа так им просто обязательно говна я имею ввиду что она более уже вот фара острая эти поворотнички более острые на видосах он как-то компактнее смотрел смотрится вот как бы в живую но я взял чисто чтобы два шлема одновременно можно было ну классно потому что приезжаем хочется убрать шлем а снаружи заставлять опад ну если если чехол вот с собой возишь я когда вот сейчас ездил когда в путешествие я чехлом накрывал туда и шлем и даже и куртку и кип все здесь вот так развешивал чехлом накрыл и беспалево чтоб палатку не тащить все если не сильно дует мне вот интересно как что ты скажешь по поводу сидушки потому что ты плевался многие плюются что сидушка как бы с наклоном как она здесь я тут лишь двойную сеточку сделал помягче было да я сначала на одной ездил потом думать о чем мелочи надо еще заказать прям сильно ниже ниже ну как бы кому-то плюс будет а ну лишь у тебя сидушка то еще приподнятая поэтому и ниже ну то есть они по седлу в принципе на 30 метров а внутри сантиметра да ну да у меня с носочками считаю может в принципе уже стоять не я думал может эти подножки какие взять есть такие немножко заниженные да можно блять я эти мешок если еще ниже поставить так друзья сейчас Серега будет снимать видос сравнение на двух мотоциклов это своей honda nc750 и моей так что я буду снимать небольшое такое бэкстейдж видео о том как Серега снимает свое видео он можете видеть там на заднем плане он пока подготавливается короче я тут много нового узнаю о своем мотоцикле говорю специально потише чтобы ну не смущать человека так что вот так вот происходят съемки обычного видоса за кадром давай еще раз сейчас Серега будет делать тест драйв моего мотоцикла ну и потом еще наверно расскажет свое мне и и и и так ну в общем и закончилась сегодняшняя съемка двух красивейших мотоциклов серега был очень в восторге от мотоцикла не уехал в общем где-то через месяц как он мне сказал может быть будет видос в общем смотрите следите за каналом за моим за его так что все всем пока ладно адьёс спасибо